ребята всем большой привет с вами геометрия тиви я виджей эвелина и сегодня у нас в гостях потрясающие танцоры современности александр тронов и анна дельцова ребята вам аплодисменты к нам вы пришли в гости также ребята являются участниками одной из лучших российских команд джекс гаретт ну подробно о всем вашем безумном багаже мы узнаем в процессе и первый вопрос ребят скажите пожалуйста кто являлся да можно можно поднимать руку кто являлся основателем вдохновителем кому пришла в голову идея создать такой проект рыбу узнал как кто он этот человек на самом деле это один из главных вопросов нам задают вот и одного основателя у нас нет так получилось что у нас скажем так три основателя это я сашкин и женичаусом мы просто как-то начали дружить вместе что-то начали делать вместе и для одного выступления мы подтянули еще одних моих старых друзей тем самым образовалась команда то есть это чисто дружеская такое начало и мы не планировали стать какой-то популярной командой или делать не планировали с ним куда команды просто решили собраться сделать какой-то интересно нибудь интересно ну номера тогда это было не кажется как правило такие проекты рождаются классные вы когда не думаешь это два совершенно вот и наверное именно поэтому у нас состав уже будет скоро 9 лет он не меняется потому что все друзья собрались вместе и веселые и кто не приходит новый и никто не уходится старая да то есть у вас можно сказать что сейчас нету главного хореографа лидера до в команде у вас весь процесс происходит вот это как бурлящие какой-то борщ и который ты варишь и он такой периодически то здесь я имею ввиду по поводу там лидеров и там каких-то хореографов и у нас также бурлит какое-то какое-то действие процесс и иногда там они на этом я иногда там кто-то владимир какой-нибудь иногда кто-то еще становится но как бы мы таким занимаемся перетягиванием но в хорошем смысле слова одеяла друг на друга такого творческого одеяла полотна но если серьезно то это наверное известная фишка нашей команды что у нас нет ни руководителя ни одного хореографа что у нас все девять человек нас девять в команде имеют равный вес участие да то есть мы сами пишем сценарии мы сами режиссируем наши постановки сами придумываем хореографию вот нас 9 и это очень тяжело очень-очень интересно и и просто сами себе руководителя скажем так но 90 процентов состава вот вашей группы это все-таки мужчины и 85 но в целом вот понимание да между женским полом и мужским то есть вы прям вот как одна команда до действовать но часть девчонка мне трудно вообще это идеальный состав потому что у меня до нашей команды был недолгий опыт существования в женском коллективе было там 4 боже и это ужасно это ужасно вот и это очень круто что у нас шесть мальчиков а всего лишь три девочки с девочками у нас супер отношения мы подруги вот и у нас вообще не возникает среди девочек каких-то как-то недопонимание вот и тоже это наверное странно сейчас потому что обычно либо коллектив совсем мужской либо совсем женские либо наоборот девочек очень много а мальчик один или два и очень очень приятно что у нас целых шесть прекрасно вот понятно вы вот насколько мы владеем информацией да вы советуете во время просмотра вашего спектакля до следите в первую очередь и ловить эмоции которые вы пытаетесь передать зрителю да они за техникой а какие эмоции должен получить зритель вот в первую очередь я считаю что зрители которые приходят на наш спектакль на это другой спектакль может быть в кино или может быть в ресторан первое что он должен отбросить это какие-то ожидания ожидания эмоции хореографии света какого-то там нереального шоу или реального шоу я желаю зрителю просто как бы вот просто прийти как-то грубо говоря обнулиться как люди черные в туалете себе сделать вот и прийти сесть спокойно и то что то что он спасибо получишь сожги его так трах тебе дохт чтобы полный зал бы что в апреля у нас так и в ростове и вот чтобы он как бы обнулившийся сел пришел ничего не хотел ничего не желал ничего не ожидал и вот он просто от то что он там получит эмоции или еще что-то это потом мы наверное спросим когда это все пройдет мы еще раз соберемся и обсудим обсудим наш только то что получил да и мы например ты будешь говорить если ты посмотришь там я вот это увидел я вот это почувствовал и мы как как режиссеры постановщики исполнители мы вы слушать да действительно вот здесь это закладывать действительно так ты интересные правильно здесь ты абсолютно поняла по-своему не как мы себе придумывали но тоже интересная мысль а какие у вас были еще крупные проекты мы знаем что они у вас были расскажите о них пожалуйста да вот создание проекта рыбу визнанка ну вообще команда жизнь очень насыщенная то есть честно сказать тяжело выделить какие-то крупные проекты если не говорить про наши созданные нами проекты даже это отдельная часть но на самом деле ну вот лично для меня очень важным было то что у нас что мы являлись гостями двух крупных фестивалей во франции вот то есть мы приезжали и показывали там свои постановки то есть мы действительно были гости гости действительно привозили размещали и очень очень хорошо встречали вот это один ну одно из таких моих ярких воспоминаний потом мы работали куча-куча много где каких-то интересных местах то есть и для кино премии нас на интересно да какие-то коммерческие какие-то коммерческие проекты где мы выступали как исполнители и нам чаще всего отдавали как-то на откуп то что мы должны поставить срежиссировать хореографировать через танцевать вот это были и какие-то выступления там с звездами шоу-бизнеса и какие-то там показы и какие-то там тв проекты как театральные проекты еще у нас конечно же много побед с нашими номерами потому что наверное первые вообще два года это были все победные номера когда мы что-то делали сразу занимали первое место удивляясь этому и конечно же один из самых важных побед это была победа на red bull бит батли конкурс организованный red bull который как раз таки и дал нам возможность попробовать сделать уже грандиозный спектакль потому что очень конечно важно найти нужных людей которые тебе помогут и еще очень поверят в тебя потому что среду мы познакомились они узнали о том что у нас есть такая вот мечта который мы уже грезим что нам уже недостаточно делать какие-то маленькие номера нам хочется что-то грандиозное и они вот это вообще сумасшествие какое-то потому что они поверили в нас и дали нам возможность без режиссера без хореографа дать каким-то ребятам вообще по сути непонятным ребятам сказать ну ладно делайте мы поможем мы организуем все вот это наверное одно из важных событий до победа в red bull бит батл иначе мы бы не познакомились с red bull и не непонятно пришла ли бы нам идея вообще к red bull обратиться потому что это какая-то такая за заоблачная на самом деле я думаю что мы бы не стали делать еще хотелось отметить команду red bull который с нами работает по сей день что они не абсолютно не лезут наше творчество тут ну мы думали что вот сейчас ребята помогут нам до воплотить нашу мечту и скажут вот здесь должна быть это банка как они дал здесь мы должны будем кричать red bull как вот я не помню я не помню ни разу чтобы кто-то там нам позвонили или посмотрел наш номер сказал ребят давайте переделаем потому что нам бы хотелось там что-то здесь увидеть потому что там не было вообще ни разу что мы бы там не напридумывали себе все говори о все круто давайте так да даже было странно да даже было странным и последствия может быть там как-то может быть мы здесь будем кидать не ботинки а банки мне чем может быть мы здесь сделаем красно-синий костюм они зеленый нет зачем то есть как бы настолько лояльно все было и но по-человечески как бы очень мы друг друга как бы понимали и смотрели в одну сторону практически с первого же дня это даже как-то было видимо видимо это должно было случиться и у них в жизни и в нашей жизни что как бы без абсолютно без вопросов без каких-то ног тех ну как бы вот было много проблем именно таких вот технических организационных таких толкну внутри репетиционных но каких-то на ультиматумов которые таких не да вот это звезда ты должен ее съесть в начале и в концепте пойму когда там там тут она пройдет визитки очень хорошо и сиделем думаю как кто будет кто будет есть такого не было хорошо скажите а бывают ли такие ситуации когда нужно включить на сцене импровизацию вот какой-то курьезный случай или все настолько точно до мелочей что все двигается прямо по поставленной хореографии это очень забавный вопрос потому что конечно же импровизацию иногда приходится включать вот но у нас пока что вот такие прям супер импровизационные моменты были связаны не с тем что мы что-то забывали или кто-то из нас сделал что-то не так и все давай импровизировать а у нас были технические проблемы потому что известно что наш спектакль он содержит в себе очень много декораций и вообще в принципе очень много технических моментов которые создают определенную атмосферу для нашего спектакля и есть какие-то такие вещи на которых прямо строится история и непосредственно завязано это с техническими моментами с декорациями вот со светом и до остальным у нас бывали моменты очень прикольные когда у нас что-то не срабатывало или срабатывало раньше минут на 40 чем это даже должна быть произойти в спектакле или у нас на спектакле ломалась что-то то есть допустим какой-то декорации ломается колесик и ты вместо того чтобы выйти в нужный момент встать на свое место на хореографию вместо этого ты стоишь и хихите решать чинишь на колесо декорацию потому что она падает вот и у меня хорошо это было два года назад и и в принципе сейчас не страшно об этом сказать потому что это был буквально второй спектакль и у меня вообще как в кино воспоминание о том здесь очень такой момент где мы стоим там за не за некими ширмами из которых мы выходим на музыку и там начинаем танцевать и вдруг я понимаю что на меня одна из ширм она вот так вот она просто начинает заваливаться я ее начинаю держать слышу что по музыке я уже должна выйти понимаю что все музыка уже прошла и понимаю что какая-то странная такая штука что-то она вроде не падает я заглядываю за нее и понимаю что с другой стороны аня кофтун тоже участие нашей команды тоже держит ее и мы вдвоем с такими глазами смотрим друг на друга понимаем что все мы уже один как бы номер пропустили как-то там мы незаметно передаем это нашим хелпером который нас там есть ребята который в спектакле помогают это зрители не видят потому что это происходит тоже еще за другими ширмами и в общем мы выходим уже как бы под конец абсолютно ни в чем не бывало вот да это было два года назад поэтому не страшно слава богу сейчас таких моментов не происходит потому что уже механизм отлажен декорации все сделаны так чтобы уже не было таких вот неприятных моментов вот и такие казусы периодически происходили с разными декорациями но это очень это очень бодрит очень адреналина не добавлять живость на сцене и я помню тоже еще момента тони сидорова у нас есть когда произошел очень какой-то казус и все из нас об этом узнали и все понимаешь нужно это быстрее как-то решать это не за кулисами круто круто то есть ей очень нравилось ну понравился этот процесс того что что-то пошло не так и мы должны как спец герою на спецзадание что-то решить на ходу это очень прикольно вот ни разу не было такого чтобы случилось что-то такое что испортила бы на там мне мнение у зрителя потому что это все скрыто нашей актерской игрой и импровизации которые которые и была речь вот на самом деле чтобы вы понимали почему так сложно у нас спектакль построен таким образом что у нас очень много моментов когда происходит не какой-то синхрон мы стоим танцуем а у каждого героя своя отдельная роль и вот если у нас убрать одного человека то уже может что-то не прочитаться и в прошлом году могу сказать за ростов за наш город все остались в большом восторге от вашей премьеры от вашего спектакля и плакали кусали локти те кто не успел попасть в этом году вы привезли аналогичную программу или это совершенно другой спектакль это спектакль в принципе тот же самый музыку мы не менее возможности тех кто пропустил есть возможность у тех кто пропустил естественно есть возможность это посмотреть как бы от и до с как бы с нуля те кто например уже ходил на наш спектакль и побывает в этом году что в апреле вновь то тоже много изменений произошло именно в самих номерах потому что когда мы пришли в зал и решили просто для себя вспомнить спектакль но мы просто как бы не можем это видимо сделать и в каждом на каждом нахрен номере мы просто начнем что-то переделывали что-то меняли мизансцены движения какие-то синхроны пару номеров они вообще претерпели кардинальные изменения вот но поэтому я думаю что и костюм у нас например но у нас новый дизайнеров по костюмам появилась очень крутая женщина и у нас у каждого прямо теперь комплект каких-то каких-то очень симпатичных костюмов поэтому изменения есть но как бы именно целостность спектакля осталась тем же но какие-то номера новые костюмы новые и мы повзрослели по таким вот это вообще не знаю почему но это очень странно и много кто то есть нас тур был год назад да тоже месяц мы ездили и в этом году второй тур такой большой почему-то многие спрашивают а что-то поменялось спектакле и мне вообще этот вопрос очень непонятен и странен потому что есть театральные компании трупы которые ездят с одним тем же спектаклем по 10 лет и они это очень хорошие спектакли и почему-то очень странно что прям очень все спрашивали а что-то поменяется это новая программа red bull изнанка 2 хотя афиша осталась той же вроде мы те же вот но на самом деле да соглашусь с сашей в целом в целом 90 процентов это тот же спектакль конечно потому что он нам самим очень нравится и мы еще не успели менять надо есть надо есть нам как как вот исполнительным вообще как бы это будет странно наверное поменять все полностью есть у нас есть сценарий есть какая-то идея которую мы хотели и хотим донести до сих пор если она глаз на что мы до посмотрели спустя год с таким свежим взглядом у нас внутри тоже мы всегда растем каждый год у нас что-то это мнение внутри меняются поэтому просто что-то улучшили чтобы зрителям было интересней нам интереснее и понятней ну что ребята спасибо пока большое а не мы не отпускаем тоже спасибо огромное есть напоследок так скажем у нас в ростове есть большое можно танцоров ребят которые от вас в восторге которые являются вашими большими поклонниками фанатами и вот подрастающему поколению да и в принципе уже поколению нормальным подросшему подросшему поколению ваше пожелание наставление я бы хотела пожелать наверное то чему следовало какое-то время сама когда начинала или и не только начинала пробуйте делать не думая о последствиях и пробуйте делать больше и лучше то есть не нужно думать о том что что я получу до того или иного действия от той или иной постановки которую я сделаю просто делайте больше делайте так как будто бы вы делаете это в последний раз вот очень качественно так чтобы вам это действительно очень нравилось и не теряйте время потому что все что вы сделаете потом вам принесет большие какие-то такие награды и вы сами удивитесь потом что они вам принесут то что никогда не знаешь какое слово сказанное где-то тобой какое-то знакомство с кем-то что он у тебя принесет а приносит это обычно очень интересные сюрпризы вот такие как принесла нам со спектаклем раду узнанка я согласен с они не буду повторяться я бы хотел как-то так ну посоветовать не знаю тоже как бы со своей какой-то колокольни если занимается человек танцами и как бы развивается в этом меня большая просьба не циклиться на тот именно вот на танцах там отрабатывать 3 3 3 3 какую-то технику там еще что-то как-то гармонично себя развивать общаться с людьми постоянно знакомиться прямо может быть даже нарочно это делать о привет как 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 дела но не не в таком смысле а то как бы ну искать каких-то новых каких-то новых ощущений от людей смотреть фильмы читать книги по возможности путешествовать это не значит что нужно там теперь копить и поехать в турцию отдыхать а именно какие-то может выбирать для себя очень необычные места в которых вы таких мест россии тоже полно вот и что-то ну как-то развивать себя прокачивать именно творчески как-то эмоционально до в каких-то других сферах потому что все и если и а если ваш основной до вектор это танец то как бы вот ваш вектор он будет сильнее крепче и как бы вы себя будете обогащать как творческая личность намного больше чем просто вот вы каждый день будете приходить зал и что-то это что-то отрабатывать и иногда нужно делать паузу паузу в том деле которое ты делаешь и как-то возвращаться к этому не паузу смысле все бросил через пять лет с пузиком такой заходит зал одевает три кошки ну что-то как-то пауза затянулась нет а какие-то там два-три дня может быть вообще забыть потому что это очень это очень помогает как седой такой раз поголодал и потом тебе вареное яичко кажется просто каким-то божественным даром вот я заварю яичко это был александр тронов и анна дельцова специально для геометрия ростов-на-дону